Соловьёв Лайф Российские элиты начали готовиться к войне с НАТО. Это мысль номер один. А вторая мысль, она, в общем, гораздо более некомфортная и очевидным образом требующая какого-то переосмысления и выводов, конечно же. А вторая мысль заключается в том, что российские олигархи, как они их называют, ну, на самом деле российский деловой класс, российские предприниматели или российские элиты, как угодно, да, за войну. Ну, в терминологии западных журналистов, как бы вот западных интеллектуалов, это значит быть за войну. А в переводе на нормальный русский язык это значит они за Россию. То есть российская деловая элита, причём находящаяся как в первой двадцатке списка Форбс, так и просто люди, которые руководят созданными собой или унаследованными, как угодно, компаниями или госкомпаниями, тут у нас тоже всё очень сложно и перемешано. Да, они в массе своей, в абсолютном большинстве на стране России. Почему это важно? Почему, мне кажется, эта мысль, эта идея высказанная, она абсолютно шокирующая? Вот любой, кто внимательно читает даже не мейнстримную западную прессу, а такие, ну, более-менее специализированные, в кавычках, элитарные издания, ориентированные, ну, вот, не на массовую аудиторию, а на какие-то целевые группы. Они в течение двух с лишним лет, ну, поначалу это было видно, это подразумевалось, что ставка делается на то, что вот этот воспитываемый, воспитанный в течение 30 лет российский правящий класс воспринимался на Западе как абсолютно компрадорский. И мы, кстати, его тоже многократно вот на автомате, там, вот на уровне стереотипа именно так и маркировали, да, российские олигархи, они компрадоры, значит, они вывозят сотни миллиардов долларов ежегодно, они нелояльны России, они презирают Россию, у них семьи там, значит, за границей и так далее, и так далее, и так далее. Все это произносилось вообще как вот без паузы, на автомате. Почему мы так говорили, трудно сказать, может быть, ну, там, никто не всерьез над этим не задумывался, то ли мы видели, в общем, только часть, как бы, проблемы, то ли, может быть, я не исключаю. Это был результат такой целенаправленной работы по управлению общественным мнением. Ну, действительно, как бы, в этом имел, в этом был смысл воспитывать в гражданах России такое внутреннее убеждение, что в стране полным-полно предателей. То есть вот эти вот люди, которые составляют костяк российской экономики, действительно, это люди, которые управляют российской экономикой, созидают ее, создают в их руках действительно там наше благосостояние, наше экономическое будущее. Они при этом являются нашими соотечественниками. Почему бы и не имело смысла в течение 30 лет вот так вот методично объяснять, доказывать, что все они, все подлецы и предатели. И в критический момент они Россию обязательно предадут. Может быть, кстати, и была такая программа. Может быть, вот в этих самых американских сингтенках, там в НКОшках и в прочих неочевидных группах, которые занимались идеологической войной, такой нарратив и существовал, и активно поддерживался. То есть, по крайней мере, вот сейчас целесообразность такой кампании, ну, мне кажется, становится очевидна. И когда началась СВО, и когда был введен первый пакет санкций, и тут же начал готовиться второй, то есть вот просто в воздухе витало ощущение, что вот буквально, вот еще немного нажать, и делать же ничего не надо, и Россия посыпется. Потому что российский режим — это колосс на глиняных ногах, он абсолютно коррумпированный, внутри него люди, которые не испытывают ни грамма лояльности по отношению к своей стране. Это классическая офшорная аристократия, которая держит деньги, мозги детей, жен, любовниц, все за пределами российских границ. И если их сейчас вот в имя им прижать как следует, то они заверещат от боли и, соответственно, сожгут Кремль. Я думаю, что расчет был именно такой. Ну, а что мудрить-то? То есть работа с элитой, она срабатывала в России не один, и даже не два раза вообще-то, ну, за последние сто лет. 17-й год, милости просим, а брежневские реформы, ну, или, скажем так, все, что происходило после Сталина, вот эта вот мягкая сила, обрабатывающая советских коммунистов, работала, работала. Чем все закончилось? Правильно понимаете. Все закончилось в 89-м, 91-м годом. Ну, и первое десятилетие в огнях и цветах. Это всегда работало. Поэтому, если это работало раз, два, три, четыре раза, причем не только в России, да почему это не должно сработать снова в 2022-м, но не сработало? И вот эта вот мысль, наконец, она прямо высказана, и с этим что-то нужно делать. А теперь, бог с ним, они пусть с этим делают все, что хотят, а как мне кажется, а как нам на это нужно смотреть? Ну, вот нам, простым людям, обывателям, я в этом смысле себя, вот честное слово, нисколько не отделяю ни от кого. Как нам смотреть на происходящее вот в этой невидимой среде, вот в этом гетто по названиям Рублевка, вот где живут миллионеры и миллиардеры, как нам на них смотреть? Они нам кто? Мне кажется, тот опыт, который мы все приобрели за последние два с лишним года, ну, подсказывает, что обустройство России, оно, ну, можно, конечно, повторить, такой идеологический шаблон, банальность, там, давным-давно надоевший, что, типа, ни в коем случае не через революцию, а только через реформы, это вообще ни о чем не говорит, это бессмысленная, на мой взгляд, фраза, но пусть будет даже так. Ну, то есть это точно не через революции, не через марши справедливости, не через кардинальные реформы, мы видели кардинальные реформы относительно недавно, знаем, там, чем это оборачивается все, а логика, как мне представляется здесь, ну, такая простая, житейская, разумная, просто разумная житейская логика, как мы принимаем решения. Вот, вот каждый из нас, там, в наших семьях, когда мы что-то планируем, ну, мы глядя на свой дом, мы говорим, что-то не нравится, давай-ка его это, снесем или взорвем к чертовой матери и построим на его месте новый красивый, даже если есть деньги, да нет, конечно, конечно же нет. Скорее всего, в общем, как бы, в ход идут, ну, другие мысли, типа, ну, окей, не нравится место или маленький участок, давай ему у соседа купим еще его шесть соток, если не продаст, то другого соседа докупим, вроде он не против, если не получается, ну, давай в другом месте посмотрим землю и там построим, а этот дом продадим или оставим его, там, не знаю, значит, там, старшему сыну, там, или дочь выходит замуж, пусть они здесь живут, или еще, ну, что-нибудь вот такое разумное. Так же ведь происходит в доме, в семье, вот примерно то же самое, как мне кажется, происходит и должно происходить в стране. А, ну, вот, один из таких очевидных результатов санкций. Вроде бы как они сломали ту экономику, которая у нас была, она действительно была офшорная, абсолютно экспортоориентированная в плохом смысле этого слова, когда мы, будучи таким, ну, как нас называли и бензоколонкой, и сырьевым предактом, предакт, предакт, что ж такое-то, сырьевым предактом. Подскажите мне, как правильно? Предатком, да что ж такое-то, ну, извините, перемыкает иногда. Вывозили, значит, все это за рубеж, а олигархи, ну, а что, как бы, они граждане мира, кто-то жил в Монако, и их там кидали на бабки, и правильно делали. Кстати, я вот так, я радовался, когда этого дурака из Перми кинули на бабки на целый миллиард в Монако, до сих пор радуюсь, уж сколько лет. Кто-то из них жил в Лондоне, но пока их там хохлы не начали гонять, понимаете, о ком я, да, тоже радовались, да, конечно, радовались. Все русские люди радовались, когда этих наших доморощенных олигархов начали гонять ссанами-тряпками по всему миру, когда им объяснили, что никакие они не белые люди, они папуасы, такие же, как мы. И вот именно в этот, именно этот момент и стал моментом истины. Вот мне кажется, именно в этот момент унижения российские элитарии, ну вот вернулись туда, откуда они в своей ранней там юности, молодости вышли. Они же ведь в молодости, в юности были действительно одними из нас. Симпатичными, энергичными, там, советскими парнями, которые, ну, просто хотели там нормальной жизни. Ну и у них, в общем, как-то поперло. А дальше, да, они почувствовали себя там будущими пэрами, лордами и прочими. Угу. Ну, хорошо. А что сейчас? А сейчас все поменялось. А сейчас их оттуда вышибли. А сейчас любые инвестиции за пределами Российской Федерации, это колоссальный риск. Причем бизнес же, он смотрит на риски без всяких эмоций. Вот исключительно там рациональный подход. Куда мы вкладываем деньги? Ну, помимо того, что мы их вкладываем туда, где, в общем, это принесет там больше прибыли, но еще где меньше вероятность того, что у тебя все отнимут. Выяснилось, что в Лондоне, в Барселоне или в Мюнхене у тебя отнимут гораздо быстрее, чем в России. Удивительное дело. Поэтому, да, теперь они здесь. Они обустраивают жизнь. Да, они реинвестируют в производство. Не потому, что вот они переосмыслили там что-то. Нет. Ну, просто вот других вариантов-то и нет больше. А если ты живешь здесь, как тот же Фридман. Ну, ты заинтересован в том, чтобы вокруг тебя были не просто там 6-метровые или 12-метровые заборы с колючей проволокой, а какая-то комфортная городская среда, чтобы можно было, как в Лондоне, просто выходить из подъезда без шести охранников. Не идти там пешком в соседний дом, чтобы купить кофе.